Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Сергей молча смотрел на фотографию жены. Слезы уже не катились, он размышлял. Эх, Нина, что же так-то? Почему? Всего тридцать три, могла бы жить да радоваться. Прошло девять дней с того момента, когда Нину похоронили. Сначала было очень тяжело. Сергей был старше Нины на семь лет и всегда считал, что в ответе за нее. Нина была какой-то неприспособленной, что ли. Хотя в последнее время Сергею казалось, что эта неприспособленность всего лишь маска. На самом деле его супруга не только не наивная, какой хотела казаться, но и довольно расчетлива, а где-то даже и хитра. Они познакомились десять лет назад. Сергей уже крепко стоял на ногах, а впереди маячили еще более радужные перспективы. Нина, только что окончившая учебу по направлению ландшафтный дизайнер. Два совершенно разных человека, встретившиеся на вечеринке у общих знакомых. Сергей сразу заприметил черноволосую источенной фигурой девушку. Она выделялась из общей массы, хотя присутствующих на вечеринке простыми людьми не назовешь. Было и в ней что-то такое необъяснимое, какая-то изюминка. Нина сидела в одиночестве и потягивала вино. Сергей дождался, пока у нее в бокале ничего не останется и тут же материализовался рядом с девушкой с полным бокалом. Нина удивленно посмотрела на него, а потом улыбнулась. Все. Сергей сразу понял, пропал. Такая улыбка не может быть у обычного земного человека. Он присел рядом. Как-то незаметно они разговорились. Пару раз подходили хозяева, с интересом посматривали на Нину. Уже потом, когда до свадьбы оставалось всего два дня, тот самый друг, на празднике которого они с Ниной познакомились, как-то спросил. — А вы с Ниной давно вообще знакомы? Ты никогда не рассказывал о ней. А когда вы пришли к нам, мы сразу решили, что вы идеальная пара. Я никогда раньше не встречал ее, а то обязательно запомнил бы. Да и Валя тоже говорил, что ты прячешь от нас такую красоту. Он тогда не сразу сообразил, что хозяева вечеринки вообще не знали Нину. Как же она тогда туда попала? Нина от ответа умело ушла. И только спустя семь лет совместной жизни он выяснил правду. В то время Нина работала в цветочном магазине в торговом центре. Именно там весь бомонд города закупался цветами для всех праздников. И именно там Нина узнавала, где и какая вечеринка готовится. Как правило, если не приходить в самом начале, то потом на тебя никто уже и внимания не обращает. Нина искала себе достойную партию. И нашла Сергея. Он сразу же решил расспросить жену. Тем более, что к тому моменту они уже не совсем хорошо жили. Если бы не Никита, Сергей давно бы подал на развод. Нина тогда рассмеялась ему в лицо. — А ты что думал, в тебя можно просто так влюбиться? Сергей замахнулся, но в этот момент услышал. — Папа! — рука опустилась. Он так испугался. Никогда в жизни он не поднимал руку на Нину или на какую-то другую женщину. А тут… — Никита! — он подхватил сына. — А пошли гулять. — Пошли, пошли! У Сергея не получалось уделять слишком много времени сыну. Но Никита находился больше у бабушки, мамы Сергея, хоть Ниной не работала. У нее тоже не было времени на сына. И вообще, она постоянно повторяла, что родила для Сергея и так совершила подвиг. А ее никто за это не ценит. Расстраивалась и поднимала настроение исключительно в салонах красоты или в барах с подругами. Первое время Сергей, конечно, пытался ругаться, пытался с ней разговаривать. Но Нина постоянно устраивала скандалы. Кричала, как сильно она устала морально от всего. Кричала, что Сергей и Никита все соки из нее выпили. Потом Сергей переехал жить в гостиную. Он надеялся, что Нина перебесится, успокоится и они наконец спокойно заживут. Но чуда не случилось. В тот день он поздно вернулся домой. Были очень сложные переговоры, которые он с успехом завершил. Теперь можно было подумать о том, чтобы расширить фирму, которая и так была не маленькой. Никиты не было. Он уже неделю жил у бабушки. Нина тоже отсутствовала. Сергей посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Усмехнулся. Обычно Нины нет уже в девять. Он достал коньяк, налил себе, поднял рюмку. Ну, за успех, Сергей Александрович. Он выпил, посидел еще немного. Подумал о том, что Никите уже шесть. Он должен все понять. Он должен понять Сергея. Пора ставить точку в этом браке. Завтра же поговорит с Ниной и подаст на развод. Телефон зазвонил в четыре утра. Сергей не сразу сообразил, что ему говорят. Ваша жена? ДТП? Больница? Он летел в больницу. Нина попала в аварию. С каким-то мужиком, наверное, с любовником. Он в нормальном состоянии, хоть и пьян. А Нина в реанимации. Вбежал в больницу. Сразу увидел того самого мужика. Узнал его по ссадинам, по грязной одежде. Он сидел, повесив голову и раскачивался из стороны в сторону. Навстречу Сергею шагнул врач. Вы Сергей Александрович? Да. Мне очень жаль. Мы ничего не смогли сделать. Он очнулся от своих мыслей. Нужно ехать забирать у мамы сына. Сергей специально освободил несколько дней, чтобы побыть с Никитой. Теперь они будут жить вдвоем. Вечером придет на собеседование няня-гувернантка. Он не очень хотел, чтобы с его сыном сидели чужие люди, но выхода не было. Маме уже за семьдесят, ей тоже нужен отдых. Хоть она и говорит, что внук ей не в тягость, но он-то понимает. У его жены вообще никого не было. Мама умерла, когда ей было шестнадцать. Это, кстати, в какой-то мере оправдывала Нину в его глазах. Девчонка просто хотела хорошей жизни и искала способ попасть туда любым путем. Он открыл дверь. — Ну, проходи, Никит, чего встал? Мальчик зашел домой. Остановился. Потом подошел к фотографии мамы. — Пап, а мама больше не придет? Сергей подошел к сыну, обнял его. — Нет, солнышко, мама теперь на небе. — Ей хорошо там? — Да, сынок, конечно. — Это хорошо, что мама теперь там, а не с нами. Сергей удивленно посмотрел на сына. — Понимаешь, пап, мама всегда говорила, что мы ей надоели, что мы портим ей жизнь. А еще она не хотела с нами быть. Значит, ей было плохо. А теперь ей хорошо. Наверное, потому что нас рядом нет. Сергей не нашелся, что ответить. Он просто покрепче прижал его к себе. Первый день дома они решили посвятить ничего не деланию. Сергей заказал огромную пиццу, картошку фри и они полдня играли сыну в приставку. Никита сиял. Еще бы. Мало того, что он рядом с папой, у которого постоянно не хватает времени, потому что он работает, так еще они и играют. Никита очень любил эту приставку, которую отец подарил ему на день рождения, но в нее нужно было играть вдвоем. Папе некогда, а мама… Мама делала огромные глаза и говорила. — Что за ерунду ты несешь? Иди лучше книжки читай. И Никита уходил. Читал, конечно, только это было не так интересно. Звонок в дверь напугал их. Только потом Сергей вспомнил, что он приглашал на собеседование девушку или женщину. — Во, Никита, пришла твоя няня. Надеюсь, нам повезет с первого раза. Он открыл дверь. На пороге стояла молодая женщина, немного испуганная, с какими-то бумажками в руках. — Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Геннадьевна. Я на собеседовании. Сергей очнулся. Как будто засмотрелся в ее глаза. Никите Екатерина понравилась. Сергею она рассказала, что муж нашел себе другую, помоложе, а ее попросил освободить квартиру. Чтобы хоть как-то выжить, на зарплату учительницы далеко не уедешь. Она и решила пойти няней. — Понимаете, это мой первый опыт такой работы. Сейчас лето, поэтому времени у меня много. Я смогу как можно лучше познакомиться с Никитой. — Екатерина, а вы сейчас где живете? — Она смутилась. — Пока у подруги, но надеюсь, что скоро смогу снять жилье. — Так почему бы вам не остаться у нас? У нас куча свободных комнат. Никита улыбнулся. — А вы умеете играть в приставку? — Нет. Но если ты меня научишь, то я попробую. Вот уже две недели Екатерина жила у них в доме. Первые дни Сергей еще присматривался к ней, но потом понял — она не только хороший педагог. Никто не мог заставить Никиту рисовать закорючки в тетради, а у нее это получалось как-то играючи. Но и хорошая хозяйка, и просто добрый человек. Катя без всяких просьб взяла шефство над ними. Мало того, что занималась с Никитой, но и готовила. Сергей сначала воспротивился. — Екатерина, это не входит в ваши обязанности? — Мне не сложно, а ребенку нужно питаться правильно, а не пиццами. — Тогда увеличиваю вам зарплату, и никакие возражения не принимаются. Катя покраснела. — Да я не поэтому. Я же все равно себе готовлю. Мне не сложно. В выходной Сергей решил устроить променад. Он пригласил и Катю. — Если у вас нет никаких дел, то мы с Никитой хотели бы, чтобы вы прогулялись с нами. Будет весело, обещаю. На катамаранах покатаемся, в кафе сходим, на батуты. Катя думала недолго. За то время, что она здесь была, она очень сдружилась с Никитой. Да и сам хозяин был ей очень симпатичен. Настолько сильно, что она старалась об этом вообще не думать. Через три часа они, обессиленные, уселись на скамеечку. Правда, обессиленные были только Катя и Сергей, а Никита торопился кормить уток, которых было множество на набережной. Свободных скамеечек не было. Им пришлось сесть рядом с бедно одетой старушкой. Она молча смотрела перед собой и не обращала на них никакого внимания. Никита взял у Сергея булочки, которые они купили для уток, и вдруг прошептал. — Пап, это бабушка плачет. Давай отдадим ей наши булочки. Сергей и Катя как по команде повернулись к старушке. Она и вправду вытирала слезы. — Простите, мы можем вам чем-нибудь помочь? Бабушка подняла на них глаза и что-то промычала. Сергей понял, что будет сложнее, чем он думал. Но старушка потянулась за блокнотом и быстро что-то написала в нем. — Помогите, я заблудилась. — Вы меня слышите, понимаете? Сергей смотрел на нее внимательно, а старушка сначала закивала, а потом написала. — Да. — Вы знаете адрес, куда вам нужно попасть? Она снова кивнула. Написала что-то на листочке и протянула ему. Сергей прочел и чуть не выронил листок. Там был написан его адрес. Катя тоже смотрела на него с удивлением. — Скажите, вы там живете? Старушка отрицательно качнула головой. Потом написала. — Там живет Нина. Она мне нужна. Тут Сергей совсем растерялся. — Дело в том, что по этому адресу живу я. А Нина… Нины больше нет. Старушка испуганно на него смотрела. Сергей в растерянности посмотрел на Катю. — Наверное, нужно всем поехать домой и там во всем разобраться. Но бабушка встала. Она протянула ему письмо. На нем было написано Нине. Она отдала конверт, махнула как-то обреченно рукой и пошла к выходу из парка. Они сразу поехали домой. Никита уснул по дороге. Сергей на руках отнес его в комнату, а сам вместе с Катей сел на кухне за чашечкой кофе. Он распечатал письмо и стал его читать. Чем больше читал, тем больше понимал. Его погибшая жена была еще бесчувственнее, чем он думал. Он узнал, что мать Нина жива. И была жива все это время. Жила она в деревне. Сейчас сильно болела, потому что крыша в доме совсем порушилась, а чинить не на что. Письмо заканчивалось словами. — Нина, доченька, приедь хоть повидаться с тобой перед смертью. Катя смотрела на Сергея широко открытыми глазами. — Как же так? — А вот так. Я не удивлен. Видимо, Нине было приятнее быть сироткой, чем дочерью деревенской пожилой женщины. — И что вы будете делать? — А что я могу? Она все-таки бабушка Никиты. Я просто обязан ей помочь. Катя сцепила руки. — Вы знаете, вы очень хороший. Очень. Таких сейчас нет. Мама Сергея очень подружилась с матерью Ниной. Та оказалась доброй женщиной. Слабой, тихой, скромной. Другая бы зубами боролась за свою жизнь, а она не могла. Правда, ей пришлось долго лежать в больнице, потому что она действительно была вся насквозь простужена. Но это было неплохо в том плане, что Сергей с рабочими успел привести дом в порядок. Никита просто влюбился в деревню. Мама Сергея, Катя и Никита стали просто пропадать там. А потом, когда Сергей и Катя поженились, он тоже часто оставался там. Кате нужен был свежий воздух. И две мамы, как теперь Сергей называл свою мать и мать Нины, настаивали на том, чтобы Катюша как можно больше времени проводила именно в деревне. Немая старушка появлялась у них часто. Правда, теперь она не плакала, а все больше улыбалась. Она всего-навсего была соседкой мамы Нины. Сергей думал иногда, что Нина все-таки сделала его счастливым. Правда, уже после того, как ушла. Если вам понравился рассказ, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Всего доброго!